У вас пять человек, а я одна женщина. Мы вас предупреждаем. Это ягереза ребенка. Эта видеозапись сделана 19 марта. В частный дом пытаются попасть люди в форме, сотрудники МЧС и полиции. Женщина в красном пальто, судебный пристав советского района, намерена исполнить решение суда. Рядом с ней женщина в белом пальто, мама малыша. На каком основании вы зайдете ко мне в дом? На основании исполнительного производства. Не имеете права. Не имеете права. Но хозяйка дома против, и люди в форме вынуждены отступить. После того, как в диалог с мамой вступает представитель районного отдела опеки. Она явно на стороне отца. Мы видим вашего ребенка. Психологическое обследование. Можно отпустить, пожалуйста, органы опеки и начальницу. А вы себе задайте вопрос, почему ребенок не хочет к вам идти? На коврике стоять не хочет и молиться за банку супа не хочет. Вот поэтому и не хочет. Те, к кому в дом пытались попасть приставы, родные и близкие, папа малыша. Вот уже пошел второй год, как они пытаются отстоять в судах право шестилетки проживать рядом с отцом, а не с мамой. Как определил Советский суд Казани после развода родителей. За это время им пришлось неоднократно доказывать, что с мальчиком все в порядке. Потом, как мама беспокоится о сыне, пишет во всей инстанции. И о том, что семья бывшего мужа якобы не в ладах законом. Это уже не первое заявление. И нам предъявляют, что предъявите ребенка, потому что поступило заявление от мамы, то, что ребенок убит. 105-я статья. Он бы было очень много приводов в полицию, что он состоит в наркологическом учете. Он не снялся еще с учета. Конечно, показания он чистый, но это все было в Перми, поэтому он не оказался в Казани. Но ни в одном суде эти факты не подтвердились. Ребенок жив, весел и упитан. Готовится к поступлению в школу. Эта история началась в июле 2019 года, когда мама сбежала от папы к морю к другому мужчине, прихватив с собой его и младшего братика. Без документов, в одних шортиках и футболках. Папа пришел домой, лег отдохнуть после работы, а когда проснулся, дома оказалось пусто. Это был ужас. Это просто страх того, что детей нету больше. Ни жены, ни детей. То есть это похищение, это потеря какая-то. Полицейские начали поиски и по телефону супруги определили, что микроавтобус с детьми движется в сторону Крыма. По пути 26-летняя женщина принимает ислам. Влюбленным читают никах. Брошенный супруг отправляется в Крым за детьми. По дороге я меняю автомобиль на другую марку, чтобы меня не было заметно. Я одеваю парик, я превращаюсь в бомжа с биноклем. Сижу в кустах 11 дней, сторожу, жду, когда детей выведут из дома. Почти как в кино, мужчина тайком забирает из детского сада старшего сына. Привозит в Казань и подает в суд на развод. И пока идет разбирательство, бывшая жена рожает девочку от сожителя и записывает ее на бывшего мужа. Иначе, как плохой дядя, он, к сожалению, мужа своей мамой не называет. Мама сразу велела назвать его папой. Младший-то сразу стал называть того папой. А я подумал, подумал и решил, я никак не буду называть. И замолчал. То есть ребенок в 5 лет перестал разговаривать. Как говорит адвокат, ребенок прирос к отцу и уже не может без него жить. По ходатайству районной прокуратуры была проведена встреча с участием приставов, психологов, обоих родителей ребенка. По итогам которой было принято решение, что ребенка нельзя разлучать с отцом. Ну, помню, мне там не появилось. Мозг ребенка так устроен, что он на время стирает весь негатив, что пришлось пережить. Но мальчик точно знает, что с папой ему хорошо. А с мамой вот уже второй год никак не может поговорить. Никогда не звонили. Только мы звоним. Она не отвечает. А ты хочешь с ней поговорить? Ну, пытаемся поговорить, но она не отвечает. Но мама настаивает на том, что это отец противится их общению. Если когда он мне отвечает, он мне говорит, он не хочет с тобой разговаривать. Я говорю, почему? Ну, дай. Он мне говорит, Тимур, будешь разговаривать с мамой? И молчание. Он говорит, вот видишь, он не хочет с тобой разговаривать. Как говорит адвокат, сейчас в суде Крыма рассматривается иск об изменении места жительства мальчика в связи с новыми обстоятельствами. Мама в декретном, а ее новый муж безработный. По крайней мере, осенью прошлого года в суде он просил по этой причине снизить до 5000 рублей алименты на ребенка от первого брака. Но платить так и не начал. Самый первый судебный приступ, который занимался этим делом, пояснила, что когда она разговаривала с тем плохим дядей, он ей открыто сказал, вы думаете, мне нужны эти дети? Мне нужны алименты на этих детей. То есть я боюсь, что с его стороны это вообще коммерческий проект. Отец мальчика намерен биться за сына до конца и направил в Верховный суд Татарстана заявление о пристановке судебного производства. Если мужчина вновь проиграет, мальчика могут направить в реабилитационный центр, чтобы разорвать связь с отцом, а затем уже передать матери. Елена Горбунчикова, Максим Алов, Телеканал Эфир.